Настоящий мужик. Вот я сейчас вот без преувеличения говорю. Это Буми Вагнер. Самые плодовитые лошади на планете. Я не ошибся, назвав пони конем. Да, это действительно пони. Даже не шутка, что пони это тоже кони. Дело в том, что количество поней на планете больше, чем количество лошадей. Настолько эти лошадки плодовиты. Я не голословил. На конюшке нас 30 лошадей. Но только Вагнер имеет двоих детей. Все остальные не имеют детей. Вот вам уже, пожалуйста, пример. Привет, Вагнер. Несмотря на свой маленький рост, Вагнер имеет характер, настоящий характер настоящего мужчины. Но сейчас мы будем... Почему я об этом говорю? Он сейчас будет психовать и нервничать. А потому что я вас сейчас приглашу запретать ему косички. Вот. Хоть это настоящий мужик, но придется ему терпеть. Потому что только не бегаем и резкие движения не делаем. Но прежде чем... Видите, он не любит, когда его трогают за мордочку. Поэтому гладим его за шею. Я вам говорю, что он мужик. Поэтому сентимент на моих глазках не бывает. И так, прежде чем начать... То вы до крови, просто до крови можете натереть ей спинку, холку, сиропки. Лошадки любят в своем домике падать на спинку, да? Валяться в пыли, в песке, в дырсе, в обилках. Это естественно. Это животный мир. Они это любят делать. Поэтому, если вы плохо почистите коня, то ему может натереть спинку седло из-за песка. Поэтому круговыми движениями мы чистим плотом на щеткой. Данная щетка называется шкребок. Затем пыль и все прочее мы сметаем щеткой. Есть два вида шкребка. Лисиновый. Есть вот такие вот металлические. Пожалуйста, кому интересно, передай уже кому-то шкребок. Затем нужно расчесать гриву и хвостик. Затем можно заплести косички животному. И далее мы вас научим, как правильно одевать ум в ду и седлать животного. Ну, сегодня у нас пони Вагнер в этом... Они очень жестоко эксплуатировали. За счет их маленького роста, несмотря на то, что они очень маленькие, но они не чрезвычайно сильные животные. За счет их маленького роста их использовали в шахтах. Загоняли в шахты и добровались в них золото, серебро, железо, медь, олова и прочие полезные ископаемые. Благодаря своему маленькому росту пони вывозили тележки на поверхность. И всю жизнь находили под землей. Порой даже не видя солнечного света. То есть они рождались под землей, всю жизнь работали под землей. И так и умирали под землей из-за жестоких... Из-за жестокой эксплуатации человека, умирали под землей, так сказать, тяжеленные благогетки. Теперь пони так жестоко не эксплуатируются, они в любви плачуте во всем мире. Их очень любят дети, но из-за их маленького роста. Сзади лошадок мы не ходим, еще раз напоминаю, кто забывает об этом. Дело в том, что у лошадок сзади слепая зона, и они могут нечаянно на вас наступить или ударить. Вот. И сейчас лошадки, можете посмотреть в интернете, в Орландии, в Исландии даже носят свитера. То есть власти специально обязывают одевать поняшек свитера, чтобы они не замерзали в холодных суровых климатах севера. Косички запрели, или позже косички запрели. Итак, просьба разойти в разные стороны, чтобы наш зритель тоже мог наблюдать, как же седлается лошадка. Сейчас я буду держать Магнера, ну а Жуза будет помогать, подсказывать, как же все это дело снимается. Ребят, пожалуйста, на три шага в сторонку, на три шага в сторонку сделайте, чтобы всем было видно. Итак, для того, чтобы одеть узду, мы снимаем недорузок и одеваем повод. Затем необходимо вставить трензель в зубы лошадки, но многие говорят слово «Ам», чтобы лошадка взяла в род трензель. Ну, не обязательно, но, потому что многие это делают. Итак, затем надевается и налоговый, и затылочный точно. Вот. Снизу мы затягиваем подганыш и подшечный ремень, который называется капсула. Вся груя подгоняется под лошадь, все это затягивается, подгоняется под череп коня, чтобы не натерло, не надавило лошади и не доставляло дискомфорта. Сделано это все из кожи, поэтому за всем этим приходится строго следить. На конюшке мы натираем это жиром, маслом, для того, чтобы это все блестело и, соответственно, кожа не рассыхалась и не приходила полную неговость. Дальше мы вложим на холку вальдра, это такая мягкая тряпочка. Специально для лошадок, а сверку вложим подушечку. Делаем пирамидку на холке, чтобы не забивалась сюда грима. Гриму нужно убрать. И сейчас мы положим седло на эту маленькую лошадку. Обязательно с левой стороны положим седло на лошадку и делаем это аккуратно, чтобы не доставить лошадке дискомфорта. И так, теперь необходимо снять... Всегда хочется назвать их педалью. Стримина, да. Сейчас, прежде чем опустить стримина, необходимо затянуть под руки, чтобы седло не упало с лошадки. И затем опускаем стримина, куда потом можно будет с помощью под ног и забраться вверху на лошадку. Итак, вот и готова наша ложка к использованию. Но пони это очень легкий вариант, потому что у него мало всевозможных кожаных этих шнурочков. Когда мы берем кругу лошадку, там еще есть дополнительные ремешки, которые не позволяют лошади поднимать вверху голову и другие. Да, мартингал, здесь еще есть какой-то ремешок, который у нас будет на данный момент. Сейчас уже проедем верхом на лошадке, показав возможности Вагнера. И мы заплетем ему гостички нафарить, чтобы Вагнер не забывал, что вот он мужик, но все равно играется милейшим животным, милейшим существом и обязательно красиво выглядеть. Вот такой вот забавный бонни Вагнер. Он узнает у нас множество цирковых элементов. С ним раньше работали и пока учились с ним, как и мило, со своей перис, делая те или иные элементы. Ну и теперь попросим Жужа все-таки остановиться и запрести несколько косичек для резиночек. Итак, детки просят кататься на фоне, поэтому кто хотел проходиться, сейчас Жужа вас забирает с собой на прокат. А просьба нам предоставить следующий глошадок, кто у нас свободен. Субтитры сделал DimaTorzok